Ветрянка Здравствуйте! Кто из вас болел, на первый взгляд, такой простой детской болезнью, как ветрянка? Я думаю, многие мне посчастливилось заболеть этой болезнью дважды. Впервые, когда мне было полтора года, я избавилась, отделалась от нее традиционным методом — зеленкой. Второй раз, к сожалению, зеленка не помогла, так как началась гангрена и пришлось ампутировать ноги. Ну, как говорится, жизнь на этом не заканчивается, нужно продолжать жить, тем более мне всего два с половиной, и надо расти и думать о будущем. И я благодарна своей семье, что они меня никогда не жалели. Тем самым я давали чувствовать себя полноценным человеком. Ну, был у меня один такой случай, когда мне было шесть лет, и я решила поехать за мамой на рынок. И люди, я в глазах людей увидела жалость, жалость к себе, и когда они говорили «бедненькая», такая маленькая и уже без ножек. И тем самым, видимо, они хотели как-то утешить, бросали мне деньги. Но не задумываясь то, что они этим меня обижали. Я не понимала, почему. Я хорошо одета. Да, я на инвалидной коляске, так как протезы были очень тяжелые, они сковывали все мои движения, и я почла к коляску. Ну, так получилось, что после этого случая я перестала ходить в места, где большое скопление людей. Я просто стала бояться опять этого момента, когда меня начнут опять жалеть, бросать деньги, потому что в деньгах мы на то время не нуждались абсолютно. И я стала очень сильно закомплексованной. Комплексовать по поводу того, что я инвалид, что я не такая, как все, и меня все жалеют. Ну, в общем, продолжались мои комплексы до 13 лет. Пока в моей жизни, можно сказать, не произошел такой переломный период, когда мы переехали, вынуждены были переехать в другой город, и мама узнала, что в этом городе есть тренер по волейболу, который занимается тренировками для людей с ограниченными возможностями. Так как в прошлом моя мама тоже была спортсменкой, она стреляла, она меня всячески убеждала, чтобы я попробовала, ведь это интересно, это захватывающе. Когда пришел тренер, я отказалась, так как опять же таки мои былые комплексы. В итоге меня уговаривали практически всем городом, ну, кто знал меня. Я решила все-таки попробовать. Сказала себе, нужно как-то меняться, нужно уже расти, не будешь ты сидеть постоянно дома, не видя людей, ничего не зная. Я приехала на первую свою тренировку. Мне безумно понравилось. Я не пропускала ни одной тренировки. Начали ездить на областные соревнования. Меня спорт захватил полностью и вся, хотя до этого я мечтала стать модельером. Но модельер ушел, можно сказать, вообще в никуда. У меня на первом плане остался только спорт. Потом, когда мне было 16 лет, мне предложили попробовать себя еще в лыжах и биатлоне. Ну, я сразу согласилась, поехала. Приехали наши Карпаты родные. Меня поразила безумная красота наших гор, снег. У меня было такое ощущение, что я попала в сказку. И еще один момент мне понравился, когда тренер сказал, Лена, я тебе даю время до конца сбора, чтобы ты подумала, хочешь ли ты заниматься дальше спортом. Но предупреждаю сразу, я очень требовательный, и жалеть я никого не буду. Именно вот это слово «жалеть не буду» меня и поразило. Я не задумываясь, ему сказали, да, я буду заниматься спортом. Ну, так я и начала заниматься лыжным спортом, биатлоном. И у меня не все сразу получалось. Я очень плохо выступала. Даже буквально за месяц до Паралимпиады в Сотлэйк-Сити в 2002 году я не верила в то, что вообще у меня будет какая-то медаль, так как на этапах я плохо стреляла. Практически последняя приезжала на финиш. Ну, поехала просто для того, чтобы посмотреть, набраться опыта. И когда в первый мой старт я отстрелялась в ноль, приехав на финиш, ко мне начали подбегать тренера и поздравлять, молодец, ты вторая. Я говорю, да ладно, такого быть не может. На всех этапах была последняя, а тут сразу вот вторая. Но когда уже я стояла на пьедестале, и у меня на груди висела медаль, это были незабываемые ощущения. Ощущение какой-то эйфории. Я пообещала себе, что это будет моя не последняя медаль. Пусть даже мне будет очень тяжело, но я сделала все для того, чтобы выиграть еще медали. Потому что эти ощущения хотелось чувствовать постоянно. Ну, так и закончила я эту Паралимпиаду с серебром и трех бронзами. Я открыла для себя еще одну особенность характера, которая не присуща спортсмену, который имеет дело с пистолетами, с винтовками. Я, когда готовилась к старту, буквально 10 минут оставалось до старта, я обнаружила то, что моих палок нету, то есть на которых я еду. Я безумно расстроилась, я практически чуть ли не плакала. Я позвала тренера. Он мне нашел палки, которые в полраза больше, чем мои, которым нужно было привыкать не одну тренировку, а то и целый сбор. Ну, можно сказать, с дрожащими руками, почти со слезами на глазах я стартанула. И на удивление самой себе я заметила, что первый, второй рубеж я отстрелялась в ноль. С такой скоростью, с такой легкостью. И даже не задумываясь ни над чем абсолютно, я приехала на финиш первой. Это заметил мой тренер, что я здесь была очень сильно расстроенная, практически в слезах. И он решил делать для меня постоянные встряски, потому как я человек довольно-таки спокойный. Меня даже можно перед стартом сравнить с моим котом британским, который лежит на диванчике. И ему все равно, все нормально, все хорошо, жизнь удалась. Такой же и я человек. Я даже часто селилась с девочкой, которая очень сильно мандражировала. Я ее успокаиваю и думала, чтобы набраться этого мандража немножко, мне не удавалось. И все равно спокойная. И тренер всячески делал так, чтобы я или расстроилась как-то, или что-то еще, ну, ругал меня, или ругал меня, или мы с ним ругались. И это показывало свой результат. Так я проехала своих четыре Паралимпиады. У меня за четыре Паралимпиады не хватило всего две медальки, чтобы было 20. Я стала более уверенней в себе благодаря спорту, благодаря тем людям, которые поверили в меня, протянули мне руку и, можно сказать, подтолкнули. Я благодарна своей семье, которая является самой большой моей поддержкой во всех случаях моей жизни. И я благодарна, что мне, можно сказать, в неком смысле и повезло, что у меня появились те люди, благодаря которым я стала тем, кем я есть. Хотелось бы сказать одно. Людям, которым меньше повезло, как мне, у которых нет таких людей, как у меня были в моей жизни, которые мне помогали, каждый должен стать поддержкой сам для себя, каждый должен стать тем толкателем для себя, чтобы добиться каких-то результатов и успехов. И самое главное — это поверить в себя. Спасибо. Я всем желаю. Берегите себя и близких. Спасибо.